Вечер, уважаемые трейдеры и слушатели. Обычно начинаем нашу рейдинг по вторникам. Сегодня у нас текущая ситуация. Никакой тематики нет, но как обычно. Будем обсуждать рынки, что происходит на них, что будет происходить, котировки, уровни, точки входа. Но больше речь будет идти о фундаментальном анализе и событиях, которые могут повлиять на инструменты. Как обычно, начну с представления. Я Фред, трейдер, управляющий активами. Многие уже меня знают, но, наверное, представляться не нужно. Я приветствую тех слушателей, которые давно не заходили на наши вебинары и снова появились, особенно тех, кто приветствует селян. Я слыхал эту фразу несколько месяцев назад, и снова такое приветствие. Предупреждение о риске обычно. Как обычно, регуляторы требуют, чтобы мы предупреждали. И компания-организатор вебинара, офисы, координаты, по всем вопросам, связанным с торговлей, обращайтесь к ним. Но если вы хотите поговорить о темах вебинаров, которые проходят в четверг, то лучше пишите сразу мне. Я к компании отношений прямого не имею, но как автор вебинара могу распоряжаться темами. У нас на май уже заполненные, даже на июне, все вебинары, в четверг, точнее, темы уже определены. В этот четверг мы будем говорить о рынке золота, как котировки желтого металла себя велись, чем связаны такие сильные изменения, геополитика, инфляция, политика центральных банков. Все это сейчас очень важно. Тренды меняются каждый раз. Еще недавно ставки были низкие в Штатах, а сейчас они уже будут повышены, скорее всего, 14 июня в четвертый раз. То же самое можно сказать про Банк Англии. Немного сместились приоритеты, настроения, и, надеюсь, по ЕЦБ мы тоже увидим скоро такую же ситуацию. Так что рынок золота сейчас важен с той точки зрения, что все три фактора, которые влияют на золото, и инфляция, и настроение центральных банков, геополитиков. Во всех трех этих, скажем, отраслях, направлениях есть изменения, очень сильные движения, и пора бы разобраться. И следующий вебинар будет посвящен выборам в Великобритании, в парламент. Как вы знаете, сильное движение по фронту было связано именно с роспуском парламента, с объявлением новых выборов, даты новых выборов. И у сторонников Brexit, наверное, не осталось никаких серьезных препятствий. Мы поговорим о том, как эти выборы, 8 июня, кстати, они пройдут, как эти выборы могут повлиять на котировки. Я вообще сторонник того, что они не сильно повлияют, но, по крайней мере, мы разберемся с понятием, как происходит выбор в британский парламент, какие там партии, что происходило исторически, и как влияли до сих пор на движение фунта, после Brexit, что случилось. Но это важно для понимания. Я люблю повторять фразу Уоррена Баффета. Если вы не знаете, кто на рынке дурак, то этот дурак знает кто. То есть весь этот обзор текущей ситуации, понимание макротрендов нужен исключительно для того, чтобы понимать, что происходит. Ну, хотя бы понимать, что происходит. Не то, чтобы действовать на основании этой информации, не то, чтобы какие-то активные, проводить сделки на основании фундаментального анализа. Просто понимать, знать, что происходит. Ну и, наконец, уже начнем наш вебинар. Я включу десктоп. Секундочку, сейчас он запросит опять закачать определенные файлы. Я это делаю каждый раз, но не знаю, что происходит. Вот так вот iOS, Mac, в отличие от Windows, требует это делать каждый раз. Так, вот он открывает. Какой-то файл DMG закачивает. И я устанавливаю плагин. И, наконец-то, вы сейчас увидите мой экран. Надеюсь, вы увидите мой экран. Секундочку. Разрешить. Открыть. В третий раз запустить. Если видно, поставьте, пожалуйста, плюсы. Заодно посмотрим, сколько у нас человек. 52. Весна, лето. Меньше людей заходит. Как-то одно время зимой было под сотню. Люди предпочитают вечером прогуливаться. Отлично, все видно. Кстати, пока я не забыл, я вижу здесь люди из Латвии. Наверное, знают. И, наверное, придут на мой семинар в четверг. Будет живой семинар. Не знаю, сколько будет участников. Но, надеюсь, заполним этот зал. Как обычно, все семинары проходят в одной аудитории. И мы поговорим о стратегии, маркетной тройной стратегии, которая использует фундаментальный анализ, основан на фундаментальном анализе. Это не моя стратегия, это известная стратегия. Я в Риге расскажу, как применять маркетнейтрал стратегию. Очень известную. Ею пользуются крупные хедж-фонды. Ею пользуются практически все профессиональные, институциональные инвесторы на рынке. Она себя зарекомендовала. Есть, правда, подводные камни. Но, в целом, на рынке акций, вместо просто покупки акций, или CFD, неважно, вместо просто покупки банальной акций, инвестирования в долгосрок, можно создать такую стратегию, которая, скорее всего, заработает и на падение, и на росте данного сектора. Главное, правильно, парно подобрать. Андрей спрашивает, когда будет вебинар по этой стратегии. Да, хороший вопрос. Я запишу, что и по этой стратегии нужно сделать вебинар. Наверное, после Риги он и будет. Два четверга уже у нас запланировано. Но третий я запланирую, передам представителям компании, они вынесут на сайт, и мы проведем вебинар по этой стратегии. Итак, давайте начнем. Экран виден. Включаем наш мета-трейдер. Я сделаю экран на весь экран. И напишите, пожалуйста, видите ли вы мета-трейдер, потому что до этого была презентация отключена. Все ли видно? Отлично, пишет Макс. Так, что мы видим здесь на экране? Давайте начнем с евро. Очень многие спрашивают постоянно, что происходит на паре евро-USD. Ведь у нас, по сути, ФРС поднимает ставки. У нас на днях, ну как на днях, 14 июня будет повышение ставки, как ожидает того рынок в США. Но растет от этого не доллар, а растет евро. Это противоречит каким-то законам, экономическим, монетарным, рыночным. Обычно так не бывает, не должно быть. Все ждут роста в долларовой зоне ставок, а доллар при этом падает. Я бы тут выделил несколько факторов, которые в последние несколько месяцев влияют на ослабление доллара. Ну, во-первых, это все, что связано с Трампом, все, что связано с его фейлами, ошибками. Ну, все знают, кто посещает вебинары достаточно давно, еще до выборов, до победы Трампа. Да и после, особенно после, я не уставал говорить, что мы еще увидим массу всяких цирковых трюков, шоу, всяких ляпов от этого президента, потому что в политике он никогда не был. Да и как бизнесмен, то он такой эпатажный, любит все делать ради собственного пиара. Вот мы и видим, ошибка за ошибкой. Я недавно читал статью, где было, то ли это был Wall Street Journal или какое-то другое издание, они посчитали суммарно, сколько ляпов было за этот вот негидный короткий срок Трампа с января или, может быть, с момента даже победы на выборах, не с инаугурации, а вот именно с ноября. 472 указа или заявления устные, вербальные или письменные, которые были или отменены, или опровержены, или он где-то сказал одно, потом другое. Вот такое огромное количество ляпов сделал Трамп, не успев даже просидеть полгода еще у власти. Так что все, что делает сейчас Трамп, немножко неграмотно, немножко топорно, ну и другого от него никто не ожидал, я лично не ожидал, влияет на доллар, инвесторы немножко беспокоятся, скидывают доллар, все-таки сила доллара, это сила штатов, адекватная политика, и монетарная, и любая другая. С монетарной это нет проблем у нас. ФРС, Тянет Йеллен, с первого дня своего председательства, в качестве главы ФРС, ведет размеренную, четкую, достаточно обменяемую политику, речь идет, конечно, о администрации президента, и вообще всего, что принес в политику экономику Трамп. Это один фактор, он такой долгосрочный, может быть не на 100%, но так частично влияет. Второй фактор, знаете, есть выражение, на слухах покупают, на новостях продают. Если сейчас мы уже точно знаем, что значит точно, я сейчас вам покажу вероятность, вероятность того, что будет происходить на заседании 14 числа. Хорошо. Нет, всего пока. Да, вот она. Смотрите, видите, смотрите. Напишите, если вы видите. Звук пропал. Секунду, у меня все нормально. Появился, окей. Да, кстати, если звук сегодня будет пропадать, знайте, что это в последний раз, потому что вот у меня тут лежит навороченный рутер, совсем последний. Мне провайдер обеспечил космическую скорость специально из-за вебинаров, чтобы не было проблем со звуком. Я его еще не установил. Так что проблем со связью, ну, скорость и так у меня нормальная, но вот в целях безопасности, чтобы не было проблем ни с видео, ни со звуком, теперь у меня скорость будет максимально возможна вот здесь, в этом здании, в этом городе, в этом стране. Окей, звук появился, отлично. Видите ли вы вот эту таблицу? Ну, как таблицу, 2 гистограмма столбика. Отлично. 74 почти процента вероятность того, что 14 июня ставка будет повышена. Ну, практически решенный вопрос. Рынки считают, что ФРС обязательно это сделает. Сюрпризов здесь не будет, как считают рынки. И, как я уже говорил, на слухах, покупая на новостях, продаем. Если это уже в цене, если 3 повышения уже было, причем из них всего одно было в 2017 году, а вы помните, в начале года рынки гадали, сколько будет повышений в 2017 году. И стояла цифра 3. 2, скорее 3. Так вот, одно повышение уже было в марте 15 числа, 2, 14 июня маячит, с большей вероятностью тоже будет. Остается последнее повышение, и рынок думает, что оно будет к концу года, по-моему, 13 декабря будет заседание. Вот и все. Все уже расписано, интриги никакой нет, эти вероятности не меняются. Вот этот фьючерс торгует на Чикакской бирже, как стороны ставили на то, что будет с такой вероятностью повышение 14 числа, с такой вероятностью 26 июля и так далее, так и эти цифры и остались. То есть интриги уже давно нет. Спокойно рынок оценил вероятность роста и месяц-два с этой вероятностью. Зато, с другой стороны, на другом континенте, в старушке Европе, вероятность повышения ставки, хотя бы даже в этом году, значительно выросла по сравнению с тем, что было раньше. Ну, я говорю это не опираясь на какие-то числа, как, скажем, фьючерс на ставку на Чикакской бирже. Речь идет просто о мнении аналитиков, речь идет о речи каких-то функционеров ЕЦБ, каких-то голосующих членов и так далее. И речь идет о молчании Марио Драги. Помните, два заседания тому назад, Марио Драги, ну, как ошибку, нельзя сказать ошибку, нельзя сказать, что это ошибка. У Марио Драги спросили, возможно ли такое, что ставки будут повышены до окончания мер количественного смягчения. Он промолчал, ничего не сказал. А вот в прошлый раз он просто ответил стандартно. Этот вопрос на данном заседании ЕЦБ не обсуждался. Все, больше не задавайте эти вопросы, не обсуждался и все. Так вот, если Марио Драги промолчал, если Марио Драги намекнул на то, что в принципе это возможно своим молчанием, значит ЕЦБ уже готовится к повышению ставок. Причем рынку все равно готовится это значит в ноябре или готовится это вот прямо на следующем заседании или в 2018 году. Важно, что он готовится. Вот вам и слухи. И уже на этих слухах, помимо того, что Трамп навредил доллару, тот фактор, который я первым упомянул, уже на этих слухах рынки начали готовиться. Все, паритета, наверное, не будет по евро и USD. Мы не будем готовиться к тому, что по долларовой зоне будут повышать постоянно ставки, неожиданно повышать, а по ЕЦБ она будет стабильно нулевой. Нет, скорее всего, ФРС как раз нажимает на тормоза или делает все, как мы ожидали, все в цене, все дисконтировано в котировке, а ЕЦБ сначала промолчал, потом на корню отрезал, сказав, что не обсуждалось, мол, не сдавайте эти большие вопросы. А глядишь, к июлю, к августу намекнет, что в принципе это возможно, а к декабрю возьмет и повысит ставку превентивно. Теперь, еще один фактор, говорящий нам о том, что видно не четко, мне здесь пишут, вам только мне четко видно. А напишите, вы видите вот этот график более или менее нормально или вот как пишет слушатель не четко. Потому что там можно качество регулировать. Давайте-ка я попробую. А, нет, пишут, что плюс-минус нормально, в принципе, видно, отлично даже написал. А, окей. Так вот, давайте еще мы поговорим о тех факторах, которые могут повлиять на решение ФРС. Вы знаете, Тул ФРС, ЕЦБ. Ставки повышаются исключительно из-за инфляции. Ну, в редких случаях инфляция может не угрожать, но в принципе могут пойти на повышение ставки другим причинам. Но основная, главная, самая важная причина, по которой ФРС или ЕЦБ или Банк Англии повышает ставки, это инфляция. Рост экономики это хорошо, бурные темпы роста ВВП это тоже прекрасно, но когда в качестве побочки экономики начинает поднимать голову инфляция, это уже не хорошо. Так что давайте глянем, что происходит у нас, что у нас с инфляцией. Ну, зайдем в любой календарь, например, тот же от компании маркется и смотрим, что у них написано. Загрузим те факторы, которые нас рисуют, и на этот кейдом в том, что действительно фокус. Нет, Андрей, с провайдером нет проблем. Тут проблема в том, что скорость повышена уже в квартире, а рутер не позволяет эту скорость передавать. Хоть 500 мегабайт в секунду поставить, рутер не передает. И вот я заказал новый для того же провайдера, который позволяет по Wi-Fi. То есть если я подключу к компьютеру кабель, то все будет нормально, просто у меня нет переходника для Mac. То все будет нормально, на другом компьютере скорость достаточно высокая. Но рутер по Wi-Fi старый не может эту скорость обеспечить, новый будет обеспечивать. Так что я хотел сейчас делать, но подумал, вдруг что-то не получится, а у меня скоро вебинар, и вообще все пропадет. Давайте-ка я подожду, сделаю это или на выходных, или вечером. Так, секунду, я возвращаюсь к нашему... Нет, не затянул, Андрей, обещаю, не затянул. К нашему календарю и смотрю, что я сделал не так. Да, ты вроде выбрал правильно. Это, допустим, пускай это будет майк и пускай это будет 1 июля. И вы пишите, если не видно, что экрана должно быть видно. Применить фильтр. Опять вышли две новости. Что не так, а? Что не так, все... Здесь вам... Да, вот он, фитер-французский. Так, Ленка Палеса. Давай, ну, стык-липс, я хочу. Былатик, где-то. Хорошо, не делайте. Хорошо. Пусть его, да. Сидатова, иди-пуни-твитера. Так, извините, у меня другой календарь, по экспертаментам пользуются, знают, раз уж у Адмирала какой-то лак на сайте, редко такое бывает, вообще-то календарь, это не их календарь, это не их календарь, это не их календарь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Со звуком проблемы, окей, давайте что-нибудь делаем со звуком, я уберу календарь, заходим в программы, появился ли звук, все ли нормально сейчас со звуком? Да, хорошо. Четкость звука как улучшить? Вот здесь есть авто, и давайте я попробую лучше четкость, изображение точнее. Давайте 720 поставим, если звук не пропадет, то пускай будет 720. Надеюсь, сейчас должно быть лучше. Вот я переключаюсь на календарь. Так вот, быстро закончим с календарем, чтобы ничего не лагало, вернемся обратно. 2,7 минуточку, это намного выше... Все, я все закрываю. 2,7 это намного выше целевого уровня. Так, я дождусь, пока появится звук. Поставьте плюс, если он появится. Да, надеюсь, это будет уже в последний раз, если, конечно, проблема в интернете. И ЕЦБ, и Банка Англии, и ФРС имеют свои целевые уровни, и эти целевые уровни обычно находятся на уровне 2%. Энфляция в Британии дошла до 2,7, и это еще не предел. Может быть, в следующий раз будет намного больше, мы не знаем. Так что с минуты на минуту, со дня на день, буквально на ближайших заседаниях. Я ожидаю, что Банк Англии все-таки изменит свое решение. Может быть, они еще ждут парламентских выборов, чтобы все риски уже отошли на второй план. Брейк, Зиршмекзит, все уже отошло на второй план, и они смогли заниматься своим делом. А вы знаете, центральная, или основная задача любого центрального банка, это с одной стороны борьба с инфляцией, когда все в экономике хорошо, и с другой стороны стимулирование экономического роста, когда все плохо. Вот сейчас речь идет об инфляции, потому что все хорошо уже много лет, цикл экономического роста, как начался с 2008 года, а с 2009 года так и продолжается. Поэтому Банк Англии не может, так же как и ЕЦБ, не может упустить тот момент, когда инфляция будет выше целевых уровней. Если она выйдет на какой-то высокий уровень, потом ее восстановить будет сложно. У инфляции есть такая плохая привычка, она сама по себе становится уже угрожающим фактором. Вот упустил центральный банк, отпустил инфляцию, не заметив вовремя риски, все, она 3-4%, в головы потребителей, пользователей, бизнеса входит уже сам факт, что в экономике есть высокая инфляция, есть инфляционное давление, и потом уже бороться будет намного сложнее. Придется ставки взвинчивать быстрее, чаще, собираться на незапланированные всякие заседания ЦБ. Поэтому вот в чем причина. ЦБ и Банк Англии, большей части Банк Англии, готовы к повышению ставки, они это сделают, как только уйдут риски. У Банка Англии это Brexit выборы, у ЦБ это, собственно, вся проблема заключается в том, что если в Швеции хорошо, то в Португалии плохо, когда уже в Португалии хорошо, в Швеции снова плохо. Ну, в Швеции, конечно, не входит в еврозону, я просто утрирую, просто о Европе говорю, она неординарная, но инфляция поднимает голову везде, практически везде, в Испании даже 3% она достигла, причем уже давно, месяца 3 назад, она была 3%, зимой, по-моему, может быть, в марте. Так, вот, значит, причины, почему растет евро, ничего другого за этим особо не стоит, на слухах покупает, рынок на новостях продает, плюс какие-то нонфармы в какой-то момент разочаровали рынок, или наоборот его подтолкнули, ну, это всего лишь повод, это всего лишь отмазка, основная причина, два глобальных тренда лежат в зоне доллара, это ошибки Трампа, неуверенности, все такое, и на поле ЕЦБ это возможность в ближайшее время начать повышать ставки. То есть, в будущем может оказаться так, ФРС уже заканчивает цикл повышения ставок, допустим, в 2019-м, когда снова начнется кризис, экономика будет циклично, снова будет входить в зону рецессии, а ЕЦБ только-только начал, вот рынки уже отыгрывают этот сценарий, кто раньше, у кого больше потенциала, кто может повышать ставку 5-6-7 раз, а кто уже не может, потому что уже 4 раза повысил, и не будет уже бесконечно повышать. Окей, давайте пройдемся по валютам основным, и посмотрим, что можно вообще на этом сделать, на чем можно войти в рынок и заработать. Вот мне кажется, по фунту, напишите плюс, если вы видите экран, вы должны видеть график фунта, по фунту, рынок не до конца отыграл, вот этот вот инфляционный фактор, не до конца отыграл то, что Банк Англии созрел более чем ЕЦБ, мне кажется, евро взлетел сильнее, чем фунт, а в моменте, видите, последние несколько недель, даже месяцев, два месяца, какой-то флет, такой небольшой направленности, мне кажется, у фунта есть все шансы продолжить этот рост, просто надо входить вовремя, вот нигде попало, здесь сейчас зашли, там примерно на 1.30 и ждем 1.35, это может оказаться каким-то локальным максимумом, и у вас стоп-лосса может не хватить. Вот я бы присматривался к фунту, как я уже в прошлый раз говорил, аккуратненько, если вы это сделали, вот мы обсуждали две недели назад, где-то здесь было, если вы аккуратненько входили небольшими лотами на ближайшие коррекции, то те, кто вошел, уже в небольшом плюсе. Например, делает фунт 100 пунктов вниз, заходите третью портфеля, вот хотели там зайти, ну допустим, 0.3 лота, входите 0.1, ждете еще падения, не будет, не будет, окей, у вас будет 0.1, ничего страшного, всех денег не заработаешь, вы же не ноги, пускай кто-то зарабатывает, а вы будете вне сидеть с 0.1 и радоваться, что сделка положительная. Вообще, я советую пересмотреть мой видео, то есть вебинар, запись вебинара по поводу дисциплины на рынке, там простым языком, без особых каких-то программ, без особых каких-то фишек, я рассказываю о том, как я боролся вот с таким искушением, заходить там, как говорят, на всю котлету, это трейдерские жаргоны были, боролся с тем, что трейдеры зарабатывали, а я оставался вне, как я это все терпел, то есть как это влияло на мое самочувствие, как я научился на все это смотреть, очень даже параллельно, я могу там неделями не смотреть на какие-то графики и даже не вспоминать, что они есть, потому что у меня масса других на рынке инструментов, позиций, есть что изучить, есть что прочитать. Но если трейдер торгует только фунтом, только парой GBPUSD и ничего другого он не видит, сидит вот на этот график, молится, он уже изучил наизусть, какие максимумы, где были, где развороты были, ничего хорошего от этого ждать не стоит. Ни прибыли это не прибавит, ни дисциплины это не прибавит. Относитесь к этим деньгам так, как будто их нет, относитесь к трейдингу так, как будто это игра, но с учетом, конечно, риск-менеджмента. Так что я предлагаю на фунте воспользоваться тем, что в один раз на распуске парламента отыграл там 200-300 пунктов и после этого не сильно подрос. Использовать этот момент, если мы понимаем, что Банк Англии все-таки пойдет на повышение, уже там госпожа Форбс, такая фамилия у члена по монетарной кредитной политике, как называется, МПС, Монитарный Полуси Комити, по комитету к монетарной политике, уже она голосовала за повышение, но к ней не прислушались, она в одиночестве была, кто голосовал за повышение. Так что вопрос времени, когда Банк Англии все-таки будет вести истребильную политику и повышать ставки. Мне кажется, потенциал есть огромный. Будем считать, что это ушло на Brexit, то есть Brexit, последний риск, парламентский риск был нивелирован. Здесь вообще инфляция, конечно косвенная речь об инфляции, просто у Банка Англии лишний фактор риска отпал. Но сама по себе чисто инфляция на графике отражена не сильно. Давайте посмотрим, сколько пунктов, можно даже ручную, 1,23, 1,29. 600 пунктов, но это не очень-то много. После того, как фунт очень сильно упал, риски, никто не думал, что Brexit так мягко пройдет, по-моему, они легко отделались. Да и вообще, что такое Brexit? Ну подумаешь, Великобритания не в составе какой-то политической формации под названием Евросоюз, а отдельно подписывает договора, таможенные, любые другие. Ничего страшного на самом деле. Конечно, жаль, что так. Очень жаль, что британцы, особенно пожилые, особенно необразованные, особенно бедные, три разные группы, проголосовали за это. Пожилые хотели себе вернуть вернуть Великобританию образца 60-х, но соскучились люди по той Британии, когда из нее заражения не было понаехавших. Лондон был чистым, таким красивым, но он не сейчас красивый, был таким опрятным городом, где можно было попить пятичасовой чай, ну то есть чувствовать себя англичанином, почти сэром, лордом. Может, они скучают по тем временам. Бедные повелись на популистские, как обычно, как обычно повелись на популистские, призывы, выражения. А необразованные тоже, как и бедные, повелись на то, что вот если мы выйдем из Аброзоны, будет лучше, деньги уходят туда. Это как фраза «Охватит кормить Кавказ». Да, в России модная была в свое время. Там больше логики, чем логики в том, насколько Британия после выхода из Евросоюза заживет. Окей. Так что, да, давайте вернемся, мы же только фунты евро рассмотрели. Что я еще вижу? S&P опять делать нечего, рынки подошли к максимумам, вот тут Трамп подпортил настроение инвесторам, надеюсь, видно, да, видно. Трамп подпортил настроение инвесторам, какие-то скандалы, взял на встречу с Лавровым, назвал чуть ли не имя агента, но он не имя назвал, он все назвал, так, что можно было вычислить, кто слил эту информацию. Ну, так не делается, есть свои каналы, спецслужбы, регламент, грубо говоря, не писаны какие-то законы, а вот Трамп решил похвастаться и сказать русским, что, ребята, вот вам такой дружеский жест, у вас, возможно, будет скоро теракт, или что он там подкинул, вроде доброе дело сделал, но немножко по-другому делается. И вопросы пошли, импичмент и все остальное, скандалы, одного уволил, другого, так что это все Wall Street мне понравилось. Но, в общем-то, вроде забыли, снова 4 дня, рабочие дня подряд роста, подошли к этим максимумам, пока мы не пробьем вверх или сильно не отскочим от этих максимумов, делать нечего, никакой ситуации рыночной я не вижу. Что еще у меня было интересно, ну, Microsoft так скучно, вяло катается в канале, сейчас, сейчас не будет контактов, снова будут, снова будут видны графики, я чуть-чуть скорость уменьшу, напишите, должны снова быть видны контакты, не контакты, а MetaTrader. Нет, да, все еще не видно, да, MetaTrader. Законочку, терпение, а кто, окей, грузит, 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 а я так понимаю, что это вебинар, ру-система все-таки под Mac не заточена, и, наверное, часть проблем лежит именно в этой плоскости, сейчас я попытаюсь что-то сделать еще, разрешить, сейчас будет, терпение, окей, открыть, и, вот, он загружается, загружается, сейчас вы увидите, да, есть, отлично, ну, вот, кто говорит, что теханализ не работает, и тем более, он не работает на акциях, я скажу наоборот, как раз на акциях, он даже очень неплохо работает, если не учитывать гэпы, разрывы ценовые на отчетности, то я не вижу проблем, все очень даже неплохо, вот, посмотрите на Microsoft, сколько касаний было нижнего канала, раз, два, три, даже четыре, пять, два раза, шесть, семь, два дня, ну, хорошо, пускай это будет пять, все за один, шесть, и верхний канал, раз, два, три, четыре, пять, пять раз верхний канал, шесть раз нижний канал, конечно, когда так долго цена движется в канале, у меня возникают сомнения, что это будет продолжаться еще в сколь-нибудь долгое время, и я жду уже не, я торгую уже не от касания этого канала, а торгую на пробои, жду пробоя, вот посмотрим, что будет, то есть если рынки будут разворачиваться, и Microsoft пробьет верхнюю границу, при этом я зайдя на, рейшио уже высокий, что в общем-то бумага достаточно сильно выросла, вот тогда я буду играть вот пробоя канала, а пока неплохо, красиво движемся в канале, но тут тоже нет никакого сигнала, по крайней мере, а, нефть, давайте поговорим о нефти, самое интересное, что будет происходить в ближайшее время, и мы даже в четверг это не застанем, наверное, уже, это ОПЕК, буквально, вы про нефть, да, Ауэс, Target 40, да, я давно уже медведь по нефти, единственное, давайте дождемся, что сделает ОПЕК, может быть, у них есть какой-то секретный план, хотя я не верю в то, что что-либо можно сделать, хоть гении нефтяного и любого другого рынка соберутся, тут мало что можно сделать, ОПЕК 30 ноября убрал с рынка, вместе с Россией и другими странами, не входящим ОПЕК, миллион восемьсот тысяч баррелей, ровно такую же, или чуть меньше, но сопоставимую, объем сопоставимый на рынок, дали американцы сланцевую энергетику закачивали, сланцевую, точнее, нефть закачивали, и ОПЕК сейчас соберется просто, чтобы решить, продлевать или нет. Единственная интрига заключается в том, что продлевать на 9 месяцев или на 6, потому что Ирак отказался продлевать на 9 месяцев, говорят, даже к ним заслали гонцов, заслали людей, по-моему, саудиты, чтобы их уговорить, все-таки на 9 месяцев продлить, а не на 6. И вообще Ирак сопротивляется. Я вот вчера читал на блумберге статью, она была, примерно так называлась, Ирак второй экспортер нефти в ОПЕК, и самый главный врун, врун, да, читер, самый главный врунишка. Дело в том, что ОПЕК не соблюдает квоты, ОПЕК, в отличие от других стран, которые вот обещали там на 200 тысяч сократить, кто-то на 300, кто-то на 600, соблюдают плюс-минус, более или менее. Ну, дисциплины восточные страны и народы, и тем более ОПЕК не отличались никогда, наверное, это же не немцы, но все же сейчас дисциплина в ОПЕК более или менее соблюдается. А вот ОПЕК врет, точнее, а вот Ирак врет, Ирак не соблюдает, согласился снизить квоту и никак не снижает. На блумберге, по-моему, сейчас даже лежит эта статья с графиками, где написано, что вот так Ирак портит картину. То есть смысл тогда от этих квот, все снижают, а Ирак не снижает или даже повышает. В общем, там ощутимая большая разница, большой объем. Теперь, что я думаю по поводу вопроса, Ауриса, точнее по поводу ценовых уровней. Сейчас, как и полгода назад, рынки на эйфории, на какой-то возможности со стороны ОПЕК что-либо сделать, на возможности сделать это на 9 месяцев вперед, а не на 6, скупают, какая-то на рынке царит эйфория, тем более рынки пошли вверх и масса других факторов не дают нефти так сильно упасть. На мой взгляд, это хороший повод заходить в шорты, но не прямо здесь и сейчас. Как я и уже говорил, мой любимый метод, заходите маленькими порциями, заходите плавно, зная, где вы зайдете в следующий раз. То есть, не продали по 51.01 лот, по 51.05 еще 0.1, нет, продали по 51.01 лот, или часть, у кого какой объем, я не знаю, и поставили ордер, допустим, на 51.50, еще часть, третий ордер на 52, все, ваш лимит 0.3 лота, вы 0.1 уже зашли, потому что вы медведь ждете снижения, еще 0.1 стоит ордер, отложенный на 50 центов, или на доллар вверх, и еще один ордер стоит совсем высоко, если вам повезет, если рынки дотянутся до того уровня, и вы сможете реализовать весь объем. Все, поставили стоп-лосс, куда вам надо, и сидите ждете. Что бы я делал? Ну, как раз-таки я сейчас не медведь по позиции. Сейчас я вам покажу позицию, ну, кто немножко в опционах разбирается, поймет, но там больше фьючерс. Секундочку, я счет открою. Я его всегда покажу. Это сможет не разуматься, или вы себе с 1.0. То есть, если у нас всегда были колебания, мы уходили вот этот счет основной инвесторский, ну, не основной, он один из счетов, инвесторский уходил на 120, потом падал на 116, колебался туда-сюда, то сейчас уже стабильно, ниже 120 мы уже несколько дней не падаем. Даже сегодня 120. Крутоэль 2 фьючерс у меня куплено, но я уже их отдал по 50. Все, у меня уже нет этих фьючерсов. Я не заработаю. Ну, перекат. Медленно формировать, строить, конструировать. Дождемся ОПЕК, посмотрим, что будет, немножко подумаем. Ничего, зайду хуже, но зайду. Итак, возвращаясь к вопросу Алвиса. Да, я жду тоже обвала нефти, но это не значит, что прямо сейчас мы развернемся. Помните ситуацию ноября прошлого года, или даже осени прошлого года, ну да, ноября. Нефть росла, росла. Все понимали, что ОПЕК сделал все, что мог. На большее он уже не способен. Но нефть каждый раз небольшие новые хаи максимумы давала. И потом в 11 день стало понятно, что все, ничего интересного. Вот вам и ОПЕК. Все, что мог, уже сделал. Дальше делать нечего. И нефть обвалилась. Потом появилась нестабильность. Северная Корея и Сирия. Трамп начал, да, военные какие-то действия были краткосрочные. Все это дало еще один шаг вверх. Мы снова на вебинарах говорили, что хороший шанс. В общем-то, вообще даже фундаментала никакого нет. Просто страх. Да, как всегда. Военная премия называют. Геополитическая премия на рынке нефти. И опять обвал. Уже хороший обвал. 53, 43 почти. 10 долларов. Это очень даже неплохо. Ну вот сейчас еще один шанс войти. Чтобы ОПЕК не испортил нам графики. Чтобы ОПЕК сделал то, что ждут. И не более того. Посмотрим, где еще можно войти. Сейчас я поставлю. Почему так? Что-то здесь не то. Просто у меня даже метатрейдер для Мака. И тоже кривой, видите, MT4SE Supreme Edition. И он как бета-версия. Поэтому если что-то не так, вот это не ко мне, это к тем, кто писал эту бета-версию. Видите, он как будто берет и параллельно устроит. Я его не просил об этом. Ну не важно. Хорошо, выйдем через такая линия. Вот мы вошли в какой-то треугольник. Все, что я могу точно вам сказать, то, что мы выйдем из этого треугольника, это очевидно даже маленькому ребенку, как бы мы не колебались, рано или поздно мы из этого тупика выйдем. Я склонен считать, что мы выйдем рано или поздно вниз. Но если мы вдруг пробиваем этот треугольник, хорошими продажами я бы назвал уровень 55. Вот эти максимумы 54,70. Вот где-то вот здесь хорошим уровнем. Хотя это уже похоже на флаг, но там посмотрим. И чем они хороши? Тем, что очень близкий стоп-лосс. Мне кажется, хотя я боюсь, когда мне так начинает казаться, что очевидность ситуации на рынке нефти, она максимальна. Все предельно ясно, понятно. Только убедитесь, что ваших стоп-лоссов хватает на нерациональность рынка. Как говорят, рынки могут очень долго оставаться. Я сейчас наушники включил прямо в компьютер. Стало ли лучше слышно или нет? Мне кажется, сейчас должно быть чуть лучше. Рынки могут очень долго оставаться иррациональными. Главное, чтобы у вас хватило на эту иррациональность депозита. Главное, чтобы вы не потеряли на этом временном, как кажется, отклонении центра. Рынки, как испортившиеся часы, они два раза в день показывают точное время. А все остальное время они неправильно, неточные. Потому что, если они остановились на 9 часов утра, то в 9 утра и в 9 вечера они точно не соврут и покажут точное время. А все остальное время вот так будут врать вам. Так что, по поводу рынков, это очень даже справедливо, на мой взгляд. Рынки бывают чаще иррациональными, чем рациональными. И вот второй раз я на рынке нефти говорю о том, что, по-моему, все предельно очевидно. И сам же боюсь этой фразы, потому что, когда предельно все очевидно, это означает, что огромная толпа трейдеров на Наймекс, на Нью-Йоркской бирже нефтяной, огромная толпа, которая через Глобок, через шлюзы подключается со всего мира. Это и мы с вами, да, мелкие игроки. Это, допустим, и метатрейдеровские сердечные трейдеры, это и те, которые на фьючерсах, и на Нью-Йорк, то есть огромный рынок, это нефтетрейдеры реальные, хеджирующие свои поставки. Вот весь этот рынок получается неправ. Если этот рост временный, не обусловленный чем-то, а это иррациональность, получается, текущая цена, вот эта вот истина, которую мы видим на рынке, она какая-то искаженная, и получается, мы умнее всего рынка. Вот я боюсь таких моментов, когда я, как это выглядит со стороны у меня рынка. 11 повезло, не 11, два раза повезло, рынки развернулись, дали хорошо заработать. Собственно, мой счет до 120 дошел благодаря, большей частью процентов на 60, благодаря именно нефти в этом портфеле, опционам, фьючерсам на нефть, и немного все остальное принесло по чуть-чуть. Ну, как минимум половина это заслуга нефти. Итак, наверное, стоит немножечко закругляться, посмотрим, что еще у нас есть в метатрейдере. Нефть, да, индекс доллара, я еще хотел поговорить, обратите внимание, слабость доллара, она не только на евро, USD паре видна, она, собственно, видна и на индексе доллара. Мы уже пробили, упали под канал, то есть долго индекс доллара колебался, думал отталкиваться от этого вот уровня, у меня флажок или как угодно, или нет, колебания затухали, ФРС не давал повода какого-то, и, наконец, мы пробили, вот типичная, как говорят, голова и плечи, или просто пробой линии, протестировали, убедились, что нет, шип, не можем войти, не получается, быков мало, и медведи с грохотом свалили вниз. Вот я бы немножко подождал и где-то на 95 стал бы покупать или, может быть, совсем чуть-чуть зашел бы, чисто для пробы, чтобы руки не чесались, и дальше реализовал бы на 95, на 94, потому что, мне кажется, так вот с грохотом упасть так быстро, наверное, не получится. Есть хорошие уровни, можно на них затовариваться. Да, есть у Admirals Markets, есть все-таки инструмент DXI, по-моему, он торгуемый, насколько я понимаю. А вообще-то вы ничего не пишите в чате уже давно, и у меня подозрение, что что-то с чатом не так. Поставьте плюсы, если все-таки... А, окей, эти какие-то подозрения у меня были. Так вот, надеюсь, можно торговать вот этим инструментом, индексом доллара. Ну, я точно знаю, что можно не торговать индексом доллара, и я бы заходил все-таки в сторону доллара, но не сейчас. Дал бы рынку немножко выпустить пар, так что с газом, нет, газ совсем тупит, ничего интересного, фунт говорили, золото, давайте золото ставим на четверг, такое затухающие такие колебания, Трамп, не Трамп, всякие изменения. Я в четверг хочу вам показать, ну, я про вебинар говорю, не про Ригу, хочу вам показать, наложить на эти, накладкой на графики процентных ставок, каких-то других факторов, хочу показать корреляции, как золото реагирует на изменения настроений в центральных банках, на что-то еще, так что будет такой глобальный вебинар. Может быть, я не скажу, где войти, но потому что вот именно сейчас я сам не знаю, где войти. Даже если я знаю, да, вы сами трейдеры, и каждый трейдер собственно анализ должен применять, никогда никого не слушать. Вот мне кажется, что сейчас такое затишье, которое можно использовать, сейчас, секунду, lines, давайте вот так, вот что-то вот такое у нас формируется, сделаем параллель, проведем, нет, здесь ничего не получается, так что пускай лежит вот так. То есть пока ничего интересного, такая фазы, импульсы растущие, затухающие, очень волатильный в среднесночном плане рынок, у меня есть пара золотобывающих компаний в портфеле, в другом же портфеле, в шортах, через опционы я их хеджировал, но вот мне кажется, что если тишина продлится чуть больше, золото может упасть. Ну давай 4-5 дождемся, и там я расскажу обо всех факторах. Так, с Apple все понятно, с Tesla тоже все понятно, я шорчу, и вы уже знаете давно, примерно, ну, курс 260 был, где я зашел на шорт, но с учетом опционов и всяких колых путок, где-то, наверное, под 290. У меня шорт, вот где-то вот здесь, думаю, наверное, до 250 прокачусь, там у меня опционы и выйдут. слишком сильно выросла Tesla, не стоит так уж совсем оптимистично относиться, видите, вот такая фигура мне никогда не нравилась, где вершины, рынки показали, на что они способны, сделали это два раза, и сейчас самое время выпустить пары и уйти в район 260-270, я бы там уже выходил из шратов, а лучше 250. Но по Tesla все-таки я долгосрочно оптимист. Но, извините, смотрите, мы сколько прибавили, 24 доллара была Tesla, на IPO вообще она была 18 долларов, а сейчас уже за 300-326. При этом компания пока ничего не зарабатывает. Ну, вопрос будущего. Я удивлюсь, если Tesla через 5 лет будет все еще в убытках. Окей, у меня, наверное, потихонечку все, жду от вас тем на следующие вебинары, четверговые, в четверг, две темы я вам назвал, золото и выбор в парламент, и вот нам сегодня еще одну тему подсказали, это маркет-нейтральная стратегия, которую уже в июне я, наверное, расскажу. Ну, и, собственно, все. У меня еще есть несколько объявлений, я в прошлый раз говорил, но, наверное, уже времени нет об этом рассказывать, как-нибудь на следующих вебинарах расскажу или в рассылке вы увидите новости. Всем профитов, всем удачи, будьте осторожны, не легкайте каждую сделку, рынки никогда не закроются, дай бог, рынки будут колебаться. Как спросили у JP Morgan, что будет с курсом, допустим, той или иной компании, как конкретно какой-то компании, он сказал, я вот что могу сказать точно, будут колебаться. И действительно, котировки и нефти, и любой бумаги колеблется, у какой-то акции диапазон шире, у какой-то ниже, так что будьте уверены, рынки будут колебаться еще долго, вам удастся зайти и не раз, даже в ближайшее время, нет сигнала на евро, заходите на другие пары, вон их сколько у нас, даже в мета-трейдере, и каждый раз прибавляются и CFD, и какие-то пары, ничего страшного, не успели зайти, забудьте, я обычно закрываю этот график, допустим, пропустил я сигнал, например, по акциям Apple, чтобы не нервничать, постоянно не смотреть и не думать, как я вовремя не зашел, а хотел, а вот не успел, ордер не сработал, как жаль, сейчас бы я заработал столько, купил бы то-то, я просто закрываю этот график на ближайшие пару недель, месяцев, чтобы не нервничать и все, и вспоминаю, через несколько месяцев открываю, и что, кстати, как хорошо я нервно не зашел в догонку рынку, никогда не догоняйте рынок, улетел Apple, не успели, ну и отлично, есть другие бумаги, кстати, я писал вчера статью про гигантские компании, которые выросли за последние полгода, и вы знаете, на первом месте, или так скажем, в топ-5, был Apple, он, по-моему, на втором месте был, или на первом, Nvidia, Alibaba, это Aliexpress, известный многим, Facebook, и, по-моему, Tesla, вот эти вот гиганты, они все у вас метатрейдеры есть, и Баба, Alibaba, тикер Баба, и Facebook, и Tesla, что еще там было, Nvidia может быть, нет столько, все они есть, если бы все, можно было бы купить полгода назад, после выборов в США, CFD на какой-нибудь там Apple, и он вырос на 40%, то можно было бы из этого сделать, сами знаете, сколько, минимум 400%, просто ничего не делая, называется это buy and hold, конечно, не ваш это случай, не наш, мы спекулянты, buy and hold слишком для нас скучно, но вот еще один мой совет, тот, который я сам применил, медленно превращаться из агрессивного спекулянта, желающего поймать все движения в мире, более сдержанного, долгосрочного инвестора, пускай даже сделка длится 3 дня, но заходить сдержанно, с терпением каким-то, да, не за сильно. У меня все, всем спасибо, хорошего вечера, услышимся на будущих вебинарах. Всем профит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok